Я решила сделать небольшой обзор нашей ёлочки, но в основном игрушек, конечно, ну и так для настроения. Так, вот живая ёлочка. Очень похожа на советскую, советских времён, потому что ёлочка вроде много у неё веточек, но все такие хеленькие, тоненькие и коротенькая хвоя, хоть много игрушек. Вот символ наступающего года. Кот у нас, такой кот. За много лет, конечно, собраны. Вот такой кот. Вот. Вот он, красавчик. Сейчас ещё, это не всё у нас. Так. Кто ещё у нас? Ага, вот у нас ещё кошечка такая есть. Вот она, красавица, беленькая, перламутровая. Ну и, конечно, без кролика никак. Вот она. И кролик у нас присутствует. Скользко, да. Здесь скользко. Вон сегодня какой солнечный денёк. С неба такое чистое. Релесть. О, как здорово. Как будто весна. Стоит солнышко выйти. Да, и сразу пахнет весной. Сегодня мы отправляемся на шоу. Волшебник страны. Оз в Лужники. Альтешку берём. Посмотрим. Эксперимент такой стаи. Будет она смотреть или нет. Вход нашёл. Через павильон. Через павильон. Охренеть. Ну так не может быть всё-таки. А тут нету заборка. Тут забор всё поставили. Ну вот написано. Вход через павильон. А там же, наверное, тоже парковка с той стороны-то. Заезд. С вашей стороны. Если снижать. Они решили сварить ураганное зима. Всех надо под камень. И планируем. Иди тебе. Идём, а не наоборот. Аху, 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 аху. Мы... Меня разозылили. Знаю, пора. Вот тут красиво. Снежок нападал. Народ в восторге идёт после шоу. Ёлочки новогодние. Я пока иду к машине. И вот посмотрите, какое тут интересное сооружение. Кто знает, что это такое, напишите в комментариях, пожалуйста. Ну что, мы сходили на шоу с большим удовольствием. Оно довольно продолжительное. Там два отделения. Каждая, наверное, минут по 45. Может быть, по 50. Первое такое потише немножко. Там только начинает действие разворачиваться. Команда эта собирается, но там прекрасные звёзды фигурного катания участвуют. И Евгения Медведева, и Оксана Домнина, и Максим Шабалин, и Роман Костомаров, и Трусливого Льва исполняет Михаил Коляда. До того, как его объявили, я даже не знала, что это он, честно говоря. Я его не узнала. Они так загримированы. И, ну, не всех, скажем, я узнала сразу. Вот. Второе отделение бомбическое просто. Потому что там такие номера, такие... Там и гимнасты воздушные на коньках. Там и спортивное фигурное катание. Там и крутят эти огненные всякие кубы-квадраты, круги и прочее. То есть, действительно, они наполнили таким очень зрелищным содержанием второе отделение. Первое такое прям, я сначала думала, ну, детское шоу, но поскольку мы были с Альтешкой, то в самый раз. Но меня Авербух и на этот раз не разочаровал. Ну, и, собственно, мы все вот пятером ходили, мы все были в полном восторге. Так что, если вы размышляете об этом, можете смело идти, детей брать. Причем и трехлетних, и двенадцатилетних, мне кажется. Если дети, в принципе, любят ледовое шоу, ваши дети, то они получат удовольствие, гарантированно. Что касается мест, там отовсюду видно хорошо. И берите спокойно высокие места, потому что вы будете видеть все поле. Тоже весь каток, и картина будет гораздо даже, может быть, интереснее, чем везде сидеть. На более низких местах. Вот, так что, в общем, я очень довольна и всем советую. Если есть возможность, сходите, не пожалеете. В Лужники, во дворец спорта. Пусти! Отдавай, башни! Прощайте! Кстати, я вам забыла напомнить, пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео. И еще было бы неплохо, если бы написали комментарии. До новых встреч! Продолжение следует...